А мы сейчас пока предлагаем перейти немножко к социальным новостям, а точнее, наши программисты, дизайнеры, общественники поучаствовали в одном из конкурсов, он называется «Информационный прорыв». Он заключался в том, что перед этими командами определенными ставили задачу разработать программу, которая упростит жизнь крымчан и, может, впоследствии даже россиян. Они, допустим, разработали такие проекты, чтобы можно было записаться к врачу. После того, как врач вас принял, можно было бы оставить отзыв и написать, насколько лечение помогло, и записаться. Действительно, эти программы, которые они разрабатывали, заключались в том, чтобы исключить коррупционную схему и очередей. И многие проекты уже они согласовали, и буквально сегодня в Казани будет финал конкурса. Очень круто, что можно все это сделать и в электронном варианте, что можно зайти так быстро, но электронным вариантом сейчас используются популярностью не только различные сферы услуг, но и книги. И вот как раз такие, какие книги все-таки приятнее читать, а может быть и полезнее, разбирался Стефан Филатов. Несмотря на то, что телевидение и интернет охватили все сферы жизнедеятельности, чтение, остается не менее популярным времяпрепровождением, чем раньше. По результатам социологического опроса, 80% россиян регулярно заглядывают в книги. Стимуляция умственной деятельности, укрепление памяти, развитие творческого потенциала. У каждого читателя есть свои причины для того, чтобы раз за разом открывать новые литературные вселенные. Я читаю больше научно-популярной литературы, но, скажем так, в школьные годы я очень много читала художественные, наверное, прочла все классы. Говорить о пользе чтения можно долго, однако об одном из главных его положительных свойств мало кто знает. Многие регулярно испытывают чувства, о природе которого никогда не задумывались. Гул машин затихает, звон голосов умолкает, все становится второстепенным, стоит только открыть книгу. Чтение помогает абстрагироваться от рутины и повседневности. С чем одинаково хорошо справляются как бумажные, так и электронные источники знаний. Мне помогает это расслабиться, уйти от проблем, от работы, забыть какие-то семейные неурядицы. Большинство книгачев считают, что это происходит из-за переключения внимания, и они правы, отчасти. На самом деле этот механизм работает комплексно. Читая книгу, человек отождествляется с героем и проживает те конфликты, которые у него есть внутри, познает себя с других сторон, происходит выработка новых механизмов защиты у человека. И он погружается в этот мир и входит такое полутрансовое состояние, за счет этого мы достигаем релаксации. Старину об этом чудодейственном эффекте знали хорошо. В Египте и Риме была распространена библиотерапия. Место, в котором хранились книги, называлось аптека для души. Здесь грустные находили повод для радости, а грубые невоспитанные со временем менялись к лучшему. Если у вас не хватает времени или мотивации для того, чтобы начать читать, на помощь придут аудиокниги. Они позволяют знакомиться с литературными произведениями, занимаясь спортом или даже выполняя рутинную работу. Немаловажно и то, что этот процесс не нагружает зрение. Стефан Филатов, Алексей Семенов, Руслан Хохлов. Утро нового дня.